У меня на канале начался цикл роликов об истории русской, советской, российской разведки, и я предлагаю сегодня продолжить этот цикл. Я ознакомился с мемуарами Павла Судоплатова, и на основании этих текстов я хочу сегодня порассуждать о конце 30-х годов, 38-39, время Мюнхенского сговора, время заключения пакта Молотова-Риббентропа, вспомнить, что второй съезд народных депутатов СССР в декабре 89-го года осудил соглашение о ненападении между Германией и Советским Союзом. Хорошо, давайте решим вопрос. Товарищи, давайте решим вопрос. И хочу подсветить эти моменты с точки зрения оценок данных в поздних мемуарах Павла Судоплатова. У меня есть на канале ролик о Павле Фитине, руководителе политической разведки Советского Союза, который по своему статусу, по своей методике работы, конечно же, служил Родине максимально эффективно. И я обнаружил в мемуарах Павла Судоплатова высочайшую оценку деятельности Фитина. Причем именно в том контексте, что раньше, по началу, Судоплатов до конца не понимал всех вот этих коллизий, которые он видел своими глазами. Нужно сказать, что Судоплатов и Фитин служили в органах внешней и контрразведки. Они пришли в разное время, хотя заканчивали одни и те же школы, школы особого назначения. Но Павел Фитин был руководителем структурным, более высокого уровня. Судоплатов все-таки возглавлял подразделения специальных операций и мероприятий, которые проводились внутри страны и за рубежом. И это были операции такого силового аспекта. Судоплатов отдает оценку движения информации и деятельности разведки в тот период и прямо указывает на то, что забюрократизированная система Советского Союза, которая, кстати, с 1924 по 1938 год прошла всего-навсего менее 15 лет, и система была построена достаточно сырая, вялая, выстраивались только определенные связи, связанные с управлением экономикой, управлением вооруженными силами. Естественно, прошла коллективизация, индустриализация. Они в целом были эффективны, но, конечно же, натыкались на колоссальный саботаж на всех уровнях. И история о Троцком, которая тоже освещена у меня на канале, она же ведь говорит о том, что троцкисты, несмотря на то, что Троцкий был выслан, они остались в системе управления, и они по факту и саботировали все преобразования, происходившие в молодой Советской Республике, в молодом Советском Союзе Социалистических Республик. И вот эти обстоятельства, связанные с внутренним контуром управления, обстоятельства, связанные с тем, что весь коллективный Запад затачивал Германию для войны с Советским Союзом, они являлись отправной точкой того, чтобы разведка, которая оценивает события и процессы на внешнем контуре, могла дать очень конструктивные рекомендации по тому, как поступать в той или иной ситуации. Итак, Мюнхенский сговор, 1938 год. Мюнхенский сговор, по оценкам разведки, возглавляемый Павлом Фитиным, это попытка укрепить режим Гитлера, отвлечь его от движения на Запад, Голландию, Францию, на Великобританию, и таким образом усилить, за счет Чехословакии и ее областей, усилить Германию для того, чтобы в конце концов ударить по Советскому Союзу. И разведка, которую возглавлял Павел Фитин, она четко доносила, что Запад во главе с Германией готовится к войне с Советским Союзом. И война неминуема. Поэтому Мюнхенский сговор, который в 1938 году осуществлялся по поводу Судетской области, а потом и всей Чехословакии, это попытка втянуть Советский Союз в конфликт еще в 1938 году. Если бы, например, Советский Союз начал вписываться за Чехословакию по полному объему, то это бы привело к тому, что в будущем антигитлеровская коалиция, которая потом состоялась по итогам вторжения Гитлера, ее бы не было. И Советский Союз вынужден был бы сражаться со всем объединенным Западом, а ресурсная обеспеченность Запада несоизмеримо выше и Советского Союза, и Российской империи, и Российской Федерации. И вот это дробление Запада на кластеры, и стравливание Великобритании, например, с Германией, бомбежки Великобритании, боевые операции и так далее, это была необходимейшая часть маневрирования Советского Союза, который выигрывал время. На дворе 1938 год. Представьте себе, да, еще не запущены некоторые системы вооружения, еще в Красной Армии происходят процессы формирования частей, да, мы сталкиваемся с заговором генералов, среди которых были троцкисты, которые пытались осуществить государственный переворот и убрать Сталина со всей своей командой, для того, чтобы прийти к моменту начала войны и положить Советский Союз к ногам победителя. Ни много, ни мало. То есть внутренние обстоятельства, они диктовали достаточно серьезные мероприятия. И для того, чтобы выиграть время, навести порядок внутри в стране, разобраться со всеми саботажниками, которые были не только в Красной Армии, а которые сидели даже в Политбело, и очень четко фильтровали информацию, поступавшую от всех органов разведки. Политическая разведка – это не единственный орган. Есть еще и военная разведка, есть контрразведка, есть другие структуры, которые поставляют информацию. Так вот, основным получателем такой информации были члены Политбюро, которые в своих рассуждениях больше всего интересовались собственными шкурными интересами, чтобы усидеть на своих стульях. И очень многую информацию они купировали и не пускали ее наверх. Так вот, Павел Фитин выстроил работу таким образом, что его информация поступала к Верховному угловнокомандующему напрямую. И это результат определенной работы. Но у Павла Фитина, и Судоплатов дает этому оценку, было несколько секретов, несколько особых способов работы, при которых он выстроил внешнюю разведку, он выстроил агентурную разведку. В Европе, кстати, Красная Капелла, которая начала работу в первые годы Великой Отечественной войны, а была заложена Павлом Фитином как раз в это время, она осуществляла колоссальные по своей значимости действия по добыче разведывательной информации. И Красной Капелле у нас будет посвящено несколько роликов в дальнейшем. Это такое легкое анонсирование. Но я хочу сказать, что Павел Фитин, который опирался на правильно выстроенную, творческие, креативно выстроенную, агентурную работу в Западной Европе, он поставлял не только выверенную информацию, которую никогда не подвергал сомнению ни Верховный Главнокомандующий, ни его ближайшее окружение, но кроме оценки прошлых событий на момент написания донесений, анализировались уже произошедшие события. Структуры Павла Фитина предлагали планы действий на основании этих оценок в будущем. То есть были даны рекомендации, были даны предложения и давались практически всегда. И на высшем уровне, опираясь на эти предложения, уже вырабатывалась непосредственно политика, при которой Советский Союз с минимальными потерями, мы на самом деле можем оценивать, то, что могло бы случиться, если бы, например, Советский Союз вписался в Чехословакию в 1938 году и вступил в противоход с Великобританией и Францией. Тогда, возможно, была бы ситуация, при которой бы Советский Союз становился в противоход против коллективного Запада, который на Мюнхенском сговоре выступил единым фронтом. И Павел Фитин писал рекомендации по маневрированию, потому что бы с меньшей кровавостью неминуемую войну пройти. И именно поэтому пакт Молотова-Риббентропа, который был заключен, это маневрирование, это вынужденные меры, направленные на то, чтобы Советский Союз, который усиленными темпами наводил порядок в экономике, в вооруженных силах, в народном хозяйстве, при построении мобилизационной экономики, чтобы было выиграно время и оно было выиграно. И при этом заговор генералов имел место быть, легли два фронта, которые загнали вооруженные силы в котлы, был колоссальный саботаж 41-42-х годов. И вот в этих условиях, когда информация должна была быть четко дозирована, чтобы она не попала в руки троцкистов, которые саботировали работу Советского государства в то время, чтобы она четко попадала Верховному Главнокомандующему, чтобы там были расписаны четкие предложения, что делать, как маневрировать и как выиграть. Война – это ведь не только шестой приоритет, это еще и борьба на более высоких уровнях, дипломатических, информационных, информационной войны и так далее, и так далее. И вот всеми этими направлениями заведовал Павел Фитин и давал рекомендации и предложения Верховному Главнокомандующему. И в результате получилось то, что получилось. Я хочу вернуться ко Второму съезду народных депутатов Советского Союза, когда потомки троцкистов тех времен, ну, собственно говоря, осудили Пакт Молотова-Риббентропа как акт, который нарушал суверенитет третьих государств. При этом, обратите внимание, это поздний Советский Союз, это деятельность Горбачева, который всячески задавливал любые достижения советской поры, это месть троцкистов, потомков троцкистов за то, что Запад коллективный удалось переиграть, выиграть время для доведения вооруженных сил и народного хозяйства до необходимого порогового значения, при котором мы точно могли бы победить. И вот этот наш выигрыш, который на самом деле спланировал, описал и предложил Павел Фитин, он очень сильно обидел троцкистов во всей их родовой традиции и в 89-м году они решили осудить это маневрирование Советского Союза, без которого количество жертв было бы на порядок больше, и еще неизвестно, чем бы закончилась эта война. И вот Павел Судоплата в своих мемуарах, разбирая все эти коллизии, дает высочайшую оценку деятельности руководителя политической разведки Павла Фитина, который настолько умело, дозировано, не раскрывая излишней информации людям слева и справа, формулировал свои тезисы, свои предложения, что они даже проходя через бюрократические припоны, попадали в политбюро, попадали там каким-то членам ЦК партии, но тем не менее попадали и верховному главнокомандующему, и таким образом были приняты все необходимые решения, при которых Советский Союз прошел беспримерную по своей жестокости войну с потерями, однако эти потери были оправданы и были минимизированы. Если бы не Павел Фитин и его аналитический центр политической разведки, все могло бы быть совсем иначе. Я пишу это видео для того, чтобы коротко, емко, возможно, эмоционально подсветить методы работы русской разведки, которая на самом деле занимается стратегическими вопросами не только внешнего контура, но и внутренней политики, даются оценки и справки разным процессам, разным персонам, и вот во взаимодействии или в анализе всех этих обстоятельств даются предложения и рекомендации высшему руководству, давались во времена Советского Союза, при которых русская армия становилась победителем. Русская армия это исполнительный инструмент, Павел Судоплатов это исполнительный инструмент, но Павел Судоплатов по интеллектуальному уровню, конечно же, высочайшей квалификации разведчик, высочайшего уровня аналитик, и в своих мемуарах он оценил интеллектуальную красоту труда Павла Фитина, который позволил пройти беспримерную по жестокости, по коварству, по предательству войну, в которой Советский Союз стал победителем. Субтитры создавал DimaTorzok